Девушки отдыхают Первая хреновина, которую я научу вас делать, будет обезьянный кулак. Зачем он нужен? Я не знаю, мне просто понравилась эта штуковина. И пока что все, что я научился с ней делать, это лупить ей по столу. Изильдейв, хочешь затестить? Нет. Ай, сука. Больно. Крепкий парень у нас, да? Пи***. Хит распятения у нас здесь следующее. Изначально мы берем веревку полтора метра длиной, затем используем три пальца в качестве основания. Это указательный, средний и безымянный. Затем мы наматываем на эти три пальца веревку, чтобы образовалось три витка. И когда будет четвертый виток, веревка обматывается вокруг безымянного пальца. После чего повторяется та же процедура, но уже вокруг витков, которые мы сделали. То есть мы делаем три витка вокруг первых трех витков. Такие пироги. После того, как мы сделали три витка вокруг первых витков, мы делаем три витка вокруг вторых витков. И у нас получается расхлябанный обезьяний узел. Все, что нам останется, это только привести его в порядок таким же поочередным затягиванием каждой из петель. Главное не накосячить с переплетением веревок, потому что у меня здесь также не очень хорошо получилось, так как в некоторых местах веревки пересекаются. Главное помните, чем аккуратнее и медленнее вы будете все это делать, тем быстрее у вас получится идеальный обезьяний кулак. Первый, скорее всего, можете загосячить, психануть и сказать, нахрена я вообще все это делаю. Потому что я сделал так же, когда у меня запоролся первый образец. Перед тем, как начать все это дело затягивать, запихните внутрь стеклянный шарик от баллончика краской. Помните, мы такие доставали в детстве из баллончиков? Такие продаются в зоомагазинах, как украшение для аквариумных рыбок. Или если бабла нет, скатайте, спрессуйте бумажный шарик, также туда пропихните. Это также неплохо вариант для внутреннего ядра вашего обезьяньего кулака. Свинья отвалилась. Или вы можете просто скрутить веревку в несколько узлов и запихнуть шарик из этих узлов внутрь вашего обезьяньего кулака в качестве того же ядра. И только когда у вас есть внутреннее ядро, вы можете начинать постепенно затягивать одну петлю за другой. Вы хватаете за торчащую веревку, пропихиваете ее под всем переплетением, чтобы она образовала петлю. Затем берете за эту петлю и также пропихиваете внутрь с другой стороны. Получается, что вы всю веревку в виде маленьких петель затягиваете через все переплетения вашего обезьяньего кулака. И таким образом у вас получается отлично затянутый кулак. Эту процедуру нужно сделать 3 или 4 раза. Не стоит сразу на полную катушку затягивать все эти петли, потому что вы запорите все остальные переплетения и не сможете вытаскивать петлю за петлей через каждое переплетение, которое вы сделали. Поэтому это нужно делать аккуратно и без жесткого утягивания каждой петли. Тогда у вас все получится. Ах да, в конце кусок веревки, который у вас остался торчать снаружи, вы просто обрезаете, заплавляете его и прижимаете каким-нибудь холодным куском металла, типа ножниц, чтобы она образовала шляпку, которая не могла бы залезть внутрь. И вуаля, у вас готов крутой брелок в виде обезьяньего кулака, которым вы можете отлупить свою барышню, если она себя плохо вела. Теперь мы переходим к изготовлению для выживания в Гималаях в стиле Безумного Макса. Безумный Макс, правда, в пустыне снимался. Изначально, нахрена вообще такие браслеты нужны? В таком браслете содержится примерно полтора метра прочной веревки, которая может вам очень пригодиться при выживании в лесу. Мало ли у вас ничего не останется, кроме браслета. Вы его распутаете, у вас будет полноценная полтора метровая веревка, из которой вы можете построить себе дом, холодильник, кондер сделать, ну или местному идейцу за бургер заплатите. Изначально мы хватаемся за центр веревки, оттягиваем ее вниз пальцем, чтобы у нас образовалась необходимая заготовка, которая четко может огибать запястье. И именно с этой заготовкой мы будем работать далее. Сразу говорю, что здесь нам понадобится обыкновенная монетка, зажигалка или какая-нибудь мелкая хреновина, которую вы сможете перекладывать с места на место. Она поможет вам не запутаться. Вы кладете монетку с правой стороны, затем хватаетесь за самую левую веревку и тянете ее в сторону рубля. Как в сторону курса рубля сказал. Затем берете самую правую веревку и вам нужно увести ее от монеты. Но вы ее проводите под всеми веревками, которые имеются на ее пути. А затем попадаете в петлю, которая образовала веревка слева. Далее зажимаете все веревки пальцем, чтобы не потерять форму. И тянете веревку через петлю до самого конца. У вас образуется вот такой вот красивый бантик. Аккуратно затягивайте его, чтобы не потерять всю симметрию. И вуаля, у вас готово начало вашего паракорд-браслета. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующем видео. Жмите на колокольчик, подписывайтесь на канал. Ладно, в общем, продолжаем. Вы хватаете монетку и перекладываете ее на левую сторону. Затем хватаете за самую правую веревку и тянете ее к монетке поверх всех остальных. Затем хватаете самую левую веревку и уводите от монеты, проводя ее под всеми веревками, которые также встречаются и на пути. Засовываете ее в петлю справа и тянете до самого конца, удерживая всю конструкцию из веревки. Вуаля, у вас готов второй узел. Аккуратно ее утягиваете и получаете узор вашего паракорд-браслета. Далее перекладываете монетку на правую сторону и проделываете ту же самую процедуру. Веревку слева тянете к монете, веревку справа протягиваете под всеми веревками и попадаете в петлю слева. Удерживаете всю форму веревок пальцем и вытягиваете веревку полностью через левую петлю. Затягиваете узел и проделываете все эти процедуры до самого конца. Когда вы дошли до конца, у вас должна остаться маленькая петелька в конце браслета и небольшое количество оставшихся веревок. Поэтому перед тем, как плести браслет, берите веревку с запасом длины. Чтобы лишнее можно было в случае чего отрезать. В конце у вас получается уже готовая заготовка браслета, но нужно придумать как крепить его на руку. В конце обязательно ставьте небольшую петельку и просуньте в нее обе ваши веревки. Одну с нижней стороны петли, другую с верхней. Таким образом эта петля не уйдет внутрь браслета и он не сможет разрушиться. А затем нам нужно просунуть эти же веревки в две петли в начале нашего браслета. В случае, если эти петли слишком маленького диаметра и веревка не пролазит, вы можете просунуть в них ножницы, какую-нибудь мелкую палку, карандаш и расширить их вот таким незатейливым движением. После чего просовываете в левую петлю левую веревку, а в правую петлю правую веревку, чтобы веревки у вас не переплетались. Теперь у вас имеется практически готовый браслет с фиксатором длины. Вам остается только отмерить длину фиксатора для того, чтобы браслет налазил на вашу руку. Перед тем, как его затянуть, отрезать лишние части веревки и образовать из них супер крутой узел. Сейчас я вам покажу, как его делать. Растягивайте веревки и погибайте их с правой и с левой стороны. Хватайтесь за правую веревку, уводите ее влево, чтобы она накладывалась поверх всего основания и образовала петлю справа. То есть правая веревка у нас образует петлю справа. Затем хватайтесь за левую веревку и образуйте точно такую же петлю слева, но проводите ее под всей основой. То есть веревка теперь будет внизу всей этой конструкции. По сути у нас образуется симметричный бантик из двух петель. Подводите все это дело до необходимого расстояния, которое вам нужно. Хватайтесь за веревку, которая у вас образовала петлю слева и проходила под всей конструкцией. И продевайте в свою же петлю, которая она образовала, но теперь уже оплетая всю конструкцию сверху. То есть веревка, которая проходила под низом, теперь проходит сверху и попадает в собственную петлю. Затем вы хватайтесь за веревку, которая образовала петлю справа и проводите ее под всей конструкцией, заводя в собственную петлю. Аккуратно ее вытягивайте и затем затягивайте весь этот узел. Тянуть нужно как можно равномернее, чтобы узел у вас получился симметричным и красивым. После того, как узел готов, с отступом примерно в 5 миллиметров отрезайте лишние части веревки, заплавляйте их и приплавляйте теми же ножницами к основанию узла. Вуаля, браслет готов. Надевайте его на руку, затягивайте, а лишнюю часть вы можете просто намотать вокруг самой себя. Вот так браслет будет выглядеть под запястьем, а так с внешней стороны. Можете смело выпендриваться перед друганами, какие крутые вы аксессуары намутили. Ну и напоследок, мои кулинарные любители всякой DIY херни, я научу вас сделать змеиный кнут. Шикарное переплетение, образующее красивую гибкую веревку, которым можно целый скот коров отлупить. Но я ее использую в качестве висюльки на своем рюкзаке. При желании к ней можно прицепить карабин с двух сторон, а на него уже вешать все, что душе угодно. Конструкция сама по себе интересная, имеет большой простор для творчества. Даже если у вас есть идея о том, что можно прицепить на эту хреновую, напишите об этом внизу в комментариях. Обязательно рассмотрим и что-нибудь на нее понацепляем. Основу веревки я взял достаточно длинную, примерно двухметровой длины. Чтобы мне ее хватило сделать хотя бы 20-сатиметровую основу. Значит вы делите веревку пополам и верхнюю часть с изгибом выкладываете на стол. Это и будет основание, с которым мы с вами будем работать. Хватаемся за левую веревку и образуем из нее петлю. Затем огибаем левой веревкой правую, после того как сделали петлю. Вытягиваем всю веревку в левую сторону и зажимаем маленькую петельку, которая образуется справа, чтобы ничего не поломать. Как видите веревка у нас спокойно входит и выходит. Затем петлю справа нужно немного расширить, чтобы образовать побольше пространства для входа другой веревки. После чего выхватаете веревку справа и вытягиваете ее под веревкой слева. Не над веревкой, а под веревкой. Образуйте из нее вот такую маленькую петлю, чтобы было удобнее просунуть в петлю справа. И просовываете в петлю справа. Затем вытягиваете оставшуюся часть веревки и вуаля у вас готово первое переплетение для вашего змеиного кнута. Если с первого раза не получилось, ничего страшного, пересмотрите этот момент еще раз и у вас обязательно получится. В первый раз у меня тоже ни хрена не получилось. Ну а если получилось, затягивайте это переплетение, повторяйте эти переплетения до тех пор, пока у вас не останутся совсем небольшие куски веревки. Теперь, когда вы дошли до самого конца, настало время заключительной части. Мы делаем точно такой же узел, который делали в уроке о паракорд-браслете. Берем веревку справа и образуем ей петлю, которая будет находиться поверх всего основания. Затем берем веревку слева, образуем точно такую же петлю, но она будет проходить под всем основанием. И у нас образуется красивый бантик. Затем хватаемся за веревку, которая была под всем основанием, огибаем всю конструкцию и запихиваем в петлю, которую она же и образовала. Немного подтягиваем, но не до упора. Хватаемся за веревку слева, просовываем под основанием и засовываем в правую петлю, которую и образовала эта веревка. А затем, как следует, затягиваем образовавшийся узел. Лишнюю веревку обрезаем, оставляя небольшие кусочки расстоянием в 5 мм. Расплавляем их и прижимаем чем-нибудь холодным, чтобы образовались шляпки И вот наш змеиный кнут готов Если взять веревку длиной метров 20, то можно сделать реальный кнут И если утяжелить его наконечник, то такая штука и на деловых переговорах поможет все проблемы порешать Небольшой мануал по веревкам Веревка не должна быть как сопля, потому что у вас из нее не браслет получится, а гонокусок Который не сможет сохранить нормальную форму Но при этом она не должна быть достаточно толстая В веревке должно быть плотное основание, и она не должна быть сильно гнущейся Такая веревка нам подходит Но если веревка слишком толстая, то это может сказаться на внешнем виде вашего браслета Здесь использовалась толстая веревка, здесь веревка потоньше Как видите, внешняя разница значительная Поэтому для паракорд браслета я рекомендую использовать не слишком толстую веревку Ой, долбанулся ногой Ну на этом все, дамы и господа, всем спасибо за просмотр С вами был Джон Бастер, это я И Бобби космическая свинья Вот этот парень Если вам понравился такой формат уроков, раскидайте эту кнопку лайка внизу по данным видео А также пишите свои идеи о том, что еще замутить в следующих выпусках Не переживайте оливье, увидимся в следующем году Всем пока-да Забыл сказать о своем инстаграме Подпишитесь на него, потому что там я устраиваю регулярные прямые кефиры И отвечаю на ваши вопросы Также там вы найдете много крутой и полезной инфы, касающейся ютуба Моей жизни и вообще всего крутого, что происходит за кулисами этого канала Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok